и снова всем здравствуйте друзья мои приветствую всех на своем канале сегодня мое видео будет не совсем обычным для вас как вы видите я записываю звук поверх видео почему так произошло к сожалению мой микрофон меня подвел это видео которое я вам снимала довольно долго она к сожалению не записалась звук настолько отвратительный что мне приходится делать этот звук теперь в студии поверх того который был просто на видеозаписи но так как я знаю что многие предпочитают видеть меня на экране я оставила все таки вот такую вот озвучку за кадром но себя не удалил вообще вы знаете так странно для меня записывать звук сидя на диване так необычно я предпочитаю как вы знаете все таки вести непосредственный диалог с вами на природе когда мы можем все это слышать видеть но еще одна причина почему я веду свою озвучку из студии сейчас вам ее покажу я не буду вас дальше даже утомлять вот этим вот пронизывающим ветром очень шумно ветрено и просто но невозможно видели сколько нанесло песка я показала вам и какой ужасный шум ветра разговаривать на берегу у нас просто обычно как многие любят да и я сама люблю озвучку за кадром я не принимаю но вот связи с вот с этими причинами мне пришлось все таки делать озвучку за кадром хотя тут тоже мне настолько непривычно вы знаете что я порой даже путаюсь я привыкла просто ходить с микрофоном просто вести вот такой с вами диалог на природе мне это легче но тем не менее попробую также и студийную озвучку и сегодняшний мой разговор с вами будет опять о моих скелетах в шкафу я заметила что вам все таки больше нравится вот такие вот жизненные житейские истории которые я вам рассказываю чаще всего я рассказываю о тех историях которые произошли со мной хотите верьте хотите не верьте но все эти истории реальные они произошли конкретно и непосредственно со мной поэтому кто-то говорит что я сказочница кто-то верит кто-то не верит этим моим историям но здесь уже как говорится каждому свое думайте как угодно я единственное что могу сказать что я не настолько богатую фантазию имею и не такая уж выдумщица чтобы придумывать такие истории которых бы со мной не происходило все эти истории абсолютно реальные но единственное может быть что здесь я могу сказать что что иногда я даже забываю в каком именно году это было и в каком конкретно непосредственно месте но поймите меня правильно некоторым историям больше 30 лет так вот одну из таких историй я вдруг вспомнила это произошло в тунисе в сусе я люблю путешествовать как вы знаете и много где побывала это было начало двухтысячных годов и я еще была в общем-то молодой мне было чуть больше сорока тут сейчас возможно кто-то рухнул со стула что может рассказать нам интересного женщина который больше 40 а каких-то там любовных приключениях которые произошли с ней но я хочу сказать что во первых главное как ты себя ощущаешь а уже потом то как ты выглядишь это я уже убедилась по жизни много много раз ну и потом еще такая история что как вы знаете я никогда красоткой не была никогда себя красоткой не ощущала но я всегда была чертовски хороша и вы знаете мужчины как-то на меня всегда обращали внимание так вот я поехала в тунис одна по путевке уже у нас была путевка с размещением в отеле в каком-то четырехзвездочном ну и в общем то я никогда не страдала по поводу того что я еду одна я знала что я найду так или иначе себе а какого-то компаньона какую-то попутчицу но и в этот раз точно также оказалось что я познакомилась сразу же там в отеле с очень приятной женщиной ее звали людмила она была из минска из белоруссии мы как-то сразу с ней подружились сблизились мы были практически ровесники нашли общий язык много находили вместе и практически постоянно на пляже мы отдыхали с ней вместе и и вот в очередной раз мы с ней пришли на пляж в тунисе а пляж очень хороший белый песок прекрасная погода мы развалились на солнышке лежим загораем расслабились и вдруг я слышу что меня кто-то кинул галышиком знаете вот это вот такая смешная история когда мужчины начинают заигрывать на пляже и ничего не находят лучшего как бросаться галышами ну и я естественно уже не 20-летняя девушка меня такое крайне возмутило я вскакиваю и начинаю осматриваться вокруг что же это такое и кто вдруг позволяет себе такие вольности и я смотрю буквально в двух метрах от нас грибок под грибком сидит араб конкретный араб такой знаете в белом длинном таком арабском одеянии как у них туника называется да на голове у него черный скрученный жгут и он такой сидит делает вид что он на нас не смотрит куда-то так устремил свой взгляд в море но тем не менее краем глаза так на нас поглядывает поглядывает а тут надо сказать что до этого нас все очень долго предупреждали о том что мы отдыхаем на городском пляже и что на этом пляже попадаются вот такие вот арабы которые приходят и анонируют я извиняюсь на европейских женщин которые в своих купальниках для них это кажется практически обнаженные они своих женщин таких не видели никогда и они приходят садятся где-то там поблизости и вот я извиняюсь анонируют глядя на вот этих вот загорающих женщин европеек и я естественно знаю эту историю о том что вокруг вот такие вот случаются вещи я вскакиваю и такая возмущенная показывая на этого араба начинаем у кричать go out go out full man для диман кретина то есть я пытаюсь там какими-то своими очень скромными познаниями английского языка то есть его прогнать потом я начинаю по-русски говорить уходи отсюда пошел вон что это такое безобразие и он поворачивается и это тоже вскочил и мне говорит что такое по-своему по-арабски начал размахивать руками он понял что я возмущена и он начал бегать вокруг этого грибка за которым он сидел он понял что я ему кричу пошел вон пошел вон go out всеми мыслимыми и немыслимыми языками вот и пытаюсь значит я его прогнать к моему возмущению нет предела он понимаете просто обалдел он начал дальше бегать вокруг грибка он там что-то воздавал руки к небу он что-то кричал по-своему по-арабски потом он побежал побежал там на пляже такой павильон ну довольно таки приличный павильон знаете как обычно там на пляжах бывает он побежал в этот павильон я наблюдаю смотрю я так немножко конечно притихло при припук при испугалась думаю что такое тут по моему не то вот он выбегает из этого павильона за ним бежит еще один араб тот практически такой ну знаете видно что ни в какой не в белой тунике а просто там что-то у него намотано на бедрах и этот араб выбегает следом за ним и тащит кресло немного не мало большое кресло этот араб ставит кресло рядом с этим грибком подбегает этот мой араб который в белой тунике он плюхается в это кресло я притихло стою дальше наблюдаю он конечно же в этом кресле там что-то такое посидел какие-то какие-то мгновения он опять кричит по-арабски своему этому слуге как я поняла потом что-то еще тот побежал опять в павильон тащит ему черную папку этот араб хватает эту черную папку опять скакивает с кресла начинает доставать из этой папки какие-то бумажки кидать тут вокруг на пляже что-то такое опять кричит что-то вообще ужасно возмущен просто невозможно я испугалась и я уже конкретно вижу что что-то тут не то я понимаю что наверное все таки он не какой-то обычный анонист понимаете на пляже и что-то тут не то но мои знания английского языка были исчерпаны потому что я тогда английский практически не знала ну какой-то школьный уровень как вы знаете да поэтому я перешла на чистый русский я ему опять значит продолжаю говорить стоять на своем что вот ты бросил у меня камень ты ко мне пристаешь это безобразие я пытаюсь как-то знаете на лучшая защита нападения вот действовать вот таким вот методом ну и он подходит вдруг ко мне и говорит do you speak english чисто так по-хорошему на по английскому спрашивает я говорю yes i speak english but just a little because i'm russian он говорит а рашен рашен и опять зовет кого-то там оттуда по-арабски из своей этой халабуты из своей вот этого вот этого домика выходит какой-то еще один араб такой уже ни в какой не в тунике а просто в обычной европейской одежде он подходит к нему тот ему начинает что-то опять же стикулировать кричать по-арабски и подстаю уже людмила поднялась вся перепуганная ничего не может понять что происходит в общем этот значит мужчина второй который одет по европейски он ко мне подходит и на очень 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 плохом ломаном русском языке говорит мой господин крайне возмущен почему вы его обидели и почему вы его гоните с пляжа который принадлежит ей ну и тут уже как вы понимаете я вообще конечно обалдела от этой ситуации и я поняла что я совершила вообще жуткую ошибку я просто перепутала хозяина пляжа этого с каким-то просто анонистом которых здесь полным-полно на пляже и я начинаю конечно же объяснять я уже чисто перепугана реально ну и в общем дальше все эти препирательства понимаете тот араб бегает хозяин пляжа бегает вокруг грибка без конца то плюхается на свое кресло то опять вскакивает то опять начинается эту папку доставать черную в общем это был анекдот конечно я очень сильно тогда перепугалась скажем так правильно потому что все таки страна я извиняюсь непонятно какая что тут как мы европейки ничем не защищены и я говорю ладно ладно извините вот такая вот произошла досадная ошибка простите извините я собираюсь быстренько тут с людмилой мы собираем собираем свои пожитки и в общем с какими-то извинениями с какими-то там я не знаю запоздалыми тут какими-то объяснениями пытаюсь им объяснить я вижу что он тоже вот этот вот переводчик так скажем этого араба он не очень хорошо русский язык знает но и мы так потихоньку потихоньку и мы из этого пляжа быстренько ретируемся пока мы с людмилой идем обратно с пляжа я ей объяснила всю эту ситуацию которая произошла на пляже ужасная и в общем мы тут с ней думаем что нам дальше делать она говорит ну вообще конечно ты даешь чушь нам делать куда нам теперь бедным податься а получается так что наш отель он расположен в таком месте что практически вокруг никакого другого пляжа нет это надо ходить там я не знаю за большие большие километры куда-то чтобы еще прийти на другой пляж но нам ничего не остается как опять же на следующий день идти на этот же самый пляж мы приходим опять на этот пляж но уже теперь конечно мы не располагаемся на том же самом месте а мы там постарались уйти куда-то чуть 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 подальше расположились намного дальше от от вот этого домика от всего того что было до этого и я смотрю что опять идет этот араб по пляжу идет идет и приближается к нам он подходит опять ко мне и говорит do you speak english ну я ему повторяю no i don't i am russian i cannot speak english и я смотрю что этот араб знаете очень симпатичный даже можно сказать просто красивый араб и потом ему где-то как-то вы знаете наверное чуть больше тридцати то есть очень молодой этот араб и он говорит хорошо if you don't speak english i would like to speak with you with other men он опять посылает за своим этим переводчиком приходит переводчик в общем это довольно долго все происходит друзья я даже не могу сейчас уже все это вам ну так вот подробно подробно описывать я просто рассказываю да что было дальше у нас начались длительные долгие переговоры о том что этот вдруг араб мне приносит свои извинения он говорит что я понимаю что я поступил неправильно я понимаю что я мог бы вам показаться назойливым но я хочу сказать что вы мне очень понравились и что я бы хотел все таки для того чтобы полностью вы поняли что я не тот о ком вы подумали вот мне мой переводчик объяснил что вы меня приняли за другого вы неправильно поняли поэтому я хочу вас пригласить в свой дом и я хочу вам показать в конце концов кто я что я здесь имею я хочу вам все это показать почему я опять к вам подхожу потому что я хочу вам сказать что мои притязания они не просто так а потому что вы мне очень понравились вы мне напомнили женщину моей мечты ну и тут опять же понимаете я прекрасно осознаю что одно дело слова другое дело что я прекрасно понимаю что этот араб на самом деле богатый я уже это понимаю так скажем да и я понимаю что я его намного старше и зачем вообще и что это вообще ну и куда и к чему это все приведет я понимаю что вообще-то дальше каких-то продолжений оно не должно было бы быть но тут интересная такая история что он говорит опять что если вы вдруг боитесь что я вас чем-то обижу в моем доме в который я вас приглашаю с моим открытым сердцем если вы боитесь если вы что-то опасаетесь то вы можете взять с собой вашу подругу ну и я опять же изо всех своих последних сил понимая что вообще-то происходит что арабы такой гордый народ и что мне тут в связи с тем что я неправильно себя повела надо как-то немного тоже смягчить эту ситуацию я ему говорю что в общем спасибо большое все тут в общем все эти раскланивания но я говорю что я не знаю я все равно не готова ваш дом посетить наверное лучше если мы расстанемся вот так вот да мы принесли друг другу свои извинения мы все поняли но вы знаете тем не менее он настаивает он говорит что я к вам подойду где-то через час когда все будет готово мой дом вот посмотрите вы можете его увидеть и он совсем здесь рядом не бойтесь как я еще раз сказал никто никогда вас не обидит вы можете взять свою подругу вместе с собой мы возвращаемся обратно на пляж он уходит и тут Людмила начинает мне говорить что ты что зачем ты отказываешься это же так интересно я говорю Людмила неужели ты готова идти это же просто страшно она говорит да ну что ты пойдем вместе ну что тут может быть страшного все таки это же 20 век никаких проблем не может быть ну неужели же они нас тут убьют или что-то такое страшное случится в общем эти наши разговоры переговоры я говорю Людмила ну неужели на самом деле ты хочешь она говорит да ты представляешь мы никогда больше с тобой не сможем увидеть вот такого и его прекрасного дома и вообще вот побывать в таких интересных ситуациях и получается так что я опять оказалась огромной трусихой я раздумывала до последнего потом в конце концов говорю Людмила ну хорошо если ты хочешь то я как бы тоже согласна давай пойдем сходим посмотрим но давай все таки как то мы с тобой попытаемся себя обезопасить как это сделать она говорит ну давай скажем пусть он не закрывает калитку пусть там кто то еще будет с нами ходить в общем как то вот так вот мы с ней и решили и когда спустя час к нам опять подошел мой араб мы сказали что мы согласны и что мы готовы посетить его дом но только при одном условии чтобы с ним был вот этот переводчик и еще кто то но он согласился и повел нас в его дом я помню что мы шли не так и долго мы подошли к калитке такая просто обычная деревянная калитка мы вошли и просто оказались в сказке огромный двор там такая тишина там такие какие то фонтанчики все это журчит там прохлада после жаркого жаркого на улице Туниса мы вдруг попали просто в какой то оазис и рай ну и он стал нас водить по каким то огромным помещениям стал нам показывать там у него лестницы мраморные на второй этаж он все это нам ходил показывал потом сказал что давайте мы с вами посидим я вас сейчас хочу чем то угостить я помню что там посредине этого большого помещения стоял высоченный огромный стол на нем было просто огромное количество фруктов я больше всего помню что там было преобладание винограда виноград был черный, зеленый, желтый, красный разных каких то сортов огромная гроздья помимо этого еще по моему были гранаты по моему были какие то финики ну в общем я даже толком и не помню что еще было за этим столом мы немного посидели он предложил нам вот эти фрукты ну и главное конечно то что он был доволен тем что он увидел наше замешательство от такого великолепного дворца я бы даже назвала дворец ну может быть какой то огромный дом да и он был этим очень доволен что он в конце концов тут показал что огромная ошибка была с моей стороны но тем не менее он продолжал настаивать на том что у него очень серьезное намерение и что даже он не знает как это происходит у нас в европейских странах но он хочет мне предложить быть его женой я опять же удивилась этому я попыталась знаете как-то держать марку и я спросила а ты что не женат он говорит нет у меня уже есть три жены у нас это разрешено вот я хочу чтоб ты была моей четвертой женой я конечно же уже пометуя о своей ошибке на пляже я уже не хотела никаких конфликтов и не хотела его ничем обидеть поэтому я конечно же сказала что да спасибо я подумаю обязательно мы еще обязательно встретимся увидимся и когда он спросил а в каком отеле вы остановились я бы хотел узнать я бы хотел прислать за тобой машину чтобы мы как то дальше могли общаться а у меня по странному стечению обстоятельств оказалось очень много визиток всяких отелей потому что когда мы ходили там мимо я брала с ресепшена визитки многих отелей не знаю даже почему но вот наверное судьба и я ему со спокойной совестью дала визитку совсем другого отеля я сказала что когда он подойдет на ресепшен пусть он скажет что он хочет меня видеть ну и как то постарается меня найти ну в общем я помню что мы во первых оттуда конечно спокойно ушли никаких там проблем у нас не было хотя я опасалась ужасно до самого последнего момента я помню даже что Людмила она все время настаивала на том что я должна с ним еще и еще встретиться что он такой красавец что я практически теряю может быть свою судьбу кто его знает как там дальше что потом она мне стала говорить в общем мы с ней жили как я сказала в одном отеле она ко мне пришла и говорит ты не понимаешь если ты думаешь что он тебя моложе то знай что вот арабы они абсолютно не разбираются в возрасте европейских женщин если ты ему понравилась значит это на самом деле так ну и в общем конечно это было очень интересно что она была просто этим больше даже чем я увлечена ну а может быть просто она меня подначила для того чтобы ей было как то интересно здесь проводить время тем не менее получилось так что вот эти наши встречи они уже были практически в конце нашего визита в Тунис моя путевка заканчивалась на следующий день мы поехали на экскурсию в Карфаген как вы знаете это тоже в Тунисе вот ну и потом мы уже улетели буквально через два дня после того как мы побывали вот в гостях у этого араба я улетала конечно же со спокойным сердцем я ни о чем абсолютно не переживала я была рада что он меня не нашел но тем не менее вот Людмила она мне все время говорила что я поступила неправильно что вот надо было как то продолжить наши отношения с ним и что может быть что то бы из этого получилось я конечно все равно остаюсь при своем мнении я понимаю что ничего хорошего там меня бы не ждало и зачем мне это нужно ну я довольно таки здравомыслящий человек адекватный поэтому связывать себя с какой то абсолютно другой судьбой с другой страной да и вообще я почти уверена что это было просто вот его такое понимаете его вот обидели его унизили как он это наверное себе представлял и он каким то образом может быть даже где то в дальнейшем хотел мне отомстить я понимаю что это все было не серьезно но тем не менее вы знаете у меня осталось до сих пор как вы видите да прошло огромное количество времени но вот этот вот интересный случай из моей жизни он остался со мной и я помню очень хорошо все вот эти вот моменты когда мы были в его этом великолепном доме и вы знаете когда влюбленными огромными глазами на тебя смотрит мужчина молодой то это тоже знаете как то поднимает адреналин и заставляет сильнее биться сердце и это то наверное что нужно женщине в любом возрасте может быть я друзья кого то разочаровала кончанием вот таким вот своей этой истории довольно таки долгой и длинной ну я думаю что вы понимаете что из этого ничего бы хорошего все равно не получилось но вот одно из таких интересных приключений которых как я уже сказала в моей жизни случалось великое множество я сегодня вам и рассказала если друзья вы имеете ко мне какие то вопросы я была бы очень рада вашим замечаниям вашим вопросам вашим комментариям а на этом я с вами прощаюсь друзья хочу сказать вам всем спасибо тем кто ставит лайки тем кто не забывает смотреть рекламу на моем канале всего вам доброго берегите себя будьте здоровы увидимся еще пока пока